Привет! Сейчас начнем с самого банального и самого простого. Для того, чтобы нам делать массовую публикацию на улице и вытеснять своих конкурентов и, соответственно, увеличивать свои продажи, нам нужно много аккаунтов. Чтобы много аккаунтов было, нам нужно их регистрировать. Либо самому делать, либо покупать. Я сейчас немножко более подробно расскажу об этом. Начнем с того, что мы регистрируем аккаунты. Мы регистрируем аккаунты как почту Google, да, либо любую другую хайнсприн. Так мы регистрируем потом OLX. Соответственно, уберем номер телефона и подвязываем его телефону. Например... Что нам для этого нужно? Пошаговая инструкция. Как вообще это сделать? Сейчас я буду рассказывать несколько вариантов. Чтобы избежать ошибочной блокировки аккаунта в OLX, есть несколько правил основные. Это всегда новый IP-адрес. IP-адрес, который нам дает интернет. Как мы проверяем IP-адрес? Сейчас мы заходим на сайт TUI. И он нам показывает наш IP-шник, вообще с какого интернета мы сидим. Если мы сидим с локального. С локального, который раздает местный провайдер, это, не знаю, Квивстар, либо же Кунет, либо же Воля или еще что-то. Они дают стационарный, статический IP-шник. Он выглядит так. И соответственно, он постоянно один и тот же. Но если мы берем через модем, через мобильный интернет, он каждый раз, отключаясь, подключаясь, он каждый раз меняется. Нам нужно, чтобы он всегда менялся. Потому что на каждый аккаунт, который мы заходим, он должен быть с разного IP-шника. Так вот. Первое. Мы при входе в аккаунт, либо же любой другой сервис, мы всегда должны менять IP-шник. Если мы будем заходить на два аккаунта с одного и того же IP-шника, просто забанят эти два аккаунта. Также мы должны обновлять туки. Туки в основном это отпечаток компьютера, железа, браузера, юзер-агента, с чего мы входим. Сервисы тоже видят. Вот видели на туип. Вот этот сайт видит, с какого мы браузера заходим и какая винда у нас установлена на данный момент. Соответственно, это они тоже видят. Если мы будем заходить с инкогнито, то вот это все то же самое. Ну, IP-шник мы поменяли, да, мобильным интернетом. А это и это остается то же самое. Дальше покажу, как нам это тоже менять. Соответственно, через инкогнито мы не будем работать. Это так плохо работать. Но для двух-трех аккаунтов это хорошо. То есть эта схема будет работать. Но если у нас 500 и 1000 аккаунтов, то нам это уже не подходит. Мы его будем менять браузером, который называется Сфера. Дальше покажу. Что у нас? Дальше по программе. Итак, давайте зайдем на удаленный комп, с которого мы будем работать и там попробуем сделать. Смотрите, вот у нас удаленный комп, к которому мы подключаемся через AnyDesk. Сейчас я буду просто показывать некоторые примеры на удаленном компе, а некоторые примеры на своем компе. Потому что не все установлено еще на удаленном компе. Смотрите, вот наш браузер Сфера. Это тот, который будет делать нам отпечатки. Здесь у нас комп пока подключен через локалку. То есть он подключен через кабель и работает. Через пару дней наш программист подключит модем мобильный, при котором весь трафик мобильного модема будет направлен только на этот браузер. Соответственно, нам при смене пользователя здесь мы будем отключать. Здесь будет еще одно окно. Отключать и подключать, чтобы сбросился и изменился IP. Входим мы сюда, в наш браузер. Этот браузер для того, чтобы у нас была анонимность и у нас никто не отслеживал. Соответственно, чтобы мы были разными людьми для всех ресурсов, которые есть. Заходим по тем паролям, которые вам выдадут. И смотрите, здесь каждая вкладка это новая личность. Например, нам нужно создать новую личность, новый аккаунт в заре. Мы вбиваем айдишник, айдишник этого аккаунта. Смотрите, сейчас предыстория немножко, мы возвращаемся на наш аккаунт. Мы не можем найти. Смотрите, есть учет аккаунтов. Вкладка, мы к ней чуть-чуть позже доберемся. Смотрите, у аккаунта есть, в принципе, это почта, это логин от этой почты и от этого OLX они одинаковые. Это уже зарядное имя и номер телефона. И есть также айдишник, чтобы нам не писать Света Петрова, Вика и прочее. Потому что есть одна фамилица и одна имянница, которая будет пересекаться. У него есть порядковый номер айдишник. Вот. Мы берем, создаем айдишник последний, который у нас есть. Последний айдишник, смотрите, у нас 171, значит у нас 172 пойдет. 172 и номер телефона сюда пойдет, который мы уже подготовили. с номеров. Ищем тот, который свободный. Посмотрите, у нас есть также учет номеров. Мы далее подробно туда тоже увернемся, я разберу. Есть номера телефонов. Их нужно сюда поставить и указать какой баланс. Время, когда заканчивается тариф, не тариф, а активность номера. Соответственно, если через год или через полгода, когда он был подключен. К примеру, мы его активировали сегодня. Мы достали сим-карту, активировали. Сегодня у нас 27.07.20. И мы вбили сюда, посмотрели дату, да? Посмотрели дату и вбили через сколько он закончится. Дедлайн. Конечная точка. Отчитали 6 месяцев. Писать. Подпись. Это при активации. Я, допустим, брал 50 номеров, 50-х активировал и подписал пачку 4. Соответственно, его статус свободный он нарезали. Мы, к примеру, берем новый телефон. Вот используйте свободный. Мы берем этот телефон. Пишем используйте. Ставим дату, когда мы его активировали. Они все одинаковые даты, я там продублирую. И возвращаемся в наш создание, не создание, а учет аккаунтов. Учет аккаунтов, если у нас есть созданный пароль. Смотрите, есть два варианта. Либо мы берем уже готовый аккаунт, либо создаем сам. Если создаем сами, то мы придумываем имя и почту. К примеру, давайте сейчас придумаем пароль. Игорь. Игорь. И, соответственно, номер телефона такой же, как почта, как логин. Пусть он тоже будет с Одессы, с Киевской области, с Киева. Город. Смотрите, есть город и есть рубрика. Игорь. Берем сюда. 172 аккаунт. Мы его берем и готовим. Заходим в наш удаленный комп. 172. Имя новой личности 172. Комментарий, если нужно, пишем комментарий. Так, дальше у нас тут без прокси. Без прокси мы будем наше подключение отключать, подключать. Здесь будем менять, соответственно, это мое вручное дело. Дальше мы берем регион, где он. Настройка времени у нас плюс 2. Украина. Выбираем локацию. Язык русский. Использовать динамические отпечатки нет. Временная личность. Использовать. Вот. Вот это и оставляем. Для себя можем в комментарии вбиваем данные, которые есть. Если это... В принципе, нет. Не вбиваем. Просто там два метода здесь. Поэтому оставляем так. Возвращаемся. Нажимаем со френи. Смотрите. Мы находим как новая личность и сейчас нам этот браузер сфера загенерирует отпечаток. Печаток состоит из таких параметров. Windows 7. Разрешение экрана. Kyivstar. Украина. Временная зона. Совпадает с этим, но оно отличается. Почему? Вот. И так, каждая новая личность будет с новыми данными. Вот видите, User Agent Explorer. Соответственно, все. Мы уже работаем здесь со 172 аккаунта. Входим обязательно для того, чтобы зайти на OLX. Мы не вбиваем напрямую адрес. Мы пишем любое слово и добавляем OLX. Например, хоть по сандалии, хоть по тапочке, хоть корова, хоть мясо, хоть ракета. И пишем OLX. Нам нужно, чтобы открылась поисковая система и из поисковой системы мы перешли уже на любую стрельницу OLX. Когда мы переходим на OLX, смотрите, нам нужно… Сейчас, секунду. Когда мы открыли OLX, нам нужно перед этим еще зарегать почту, если у нас аккаунты нужно регистрировать самому, а не работать с уже готовыми. Что мы делаем? Мы открываем эту же вкладку, новая вкладка, тоже 172. И регистрируемся здесь, на почте Google. Это я показывал пример на одном аккаунте. Если делать много аккаунтов, да, регистрировать, то мы генерируем имена и логины. Сперва генерируем имена и логины, подвязываем, раздаем им номера телефонов, которые свободны. К примеру, как это выглядит, что вы видели здесь. Вот. Мы создаем… ладно, на другой программе. Сейчас покажу пример. ToolX. Смотрите, ToolX у нас есть вот такая вот штука. такой софт, который нам немножко помогает сгенерировать с любыми именами, с мужскими именами. И регенерируем, генерируем, сколько нам аккаунтов надо. К примеру, 100, да. Нажимаем ОК. И у нас уже есть логин. Есть… Имя. Все. Самое основное, нам здесь нужно логины и имена забрать. Каким образом это происходит? Пароли. Мы генерируем генератор паролей. Мы просто открываем онлайн, любой пишем. Открываем генератор паролей. Ну, соответственно, вот эти данные мы копируем. Эту табличку мы копируем себе. Вставляем. И у нас получается почта, да, по тому, которое мы фильтруем. Сейчас, давайте попробуем. Вот генератор паролей, да, мы вбиваем, сколько нам нужно. Количество. Пишем 100. Цифры. Маленькие, заглавные. И так далее. Нажимаем Генерировать. Количество генерируем 20. Ну, ОК. Значит, мы по 20 делаем. Пять раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну, поняли идею, да? Их тоже копируем. Сейчас. Вечно свою таблицу теряем. Его надо просто сюда поставить. Ну, поняли идею, да? Вот, вот здесь вот. Угу. Нейти аккаунты. Импорт. Экспорт. Смотрите, нам просто нужно сохранить его. Документы. Забираем его с документов, открываем. Долго у меня это вот не Excel открывается. В общем. Так, ладно, он у меня подвис, поэтому идем дальше. Суть понятна. Мы забрали. Либо просто сгенерировали сами наобум эти пароли. Не пароли, а логины. Если здесь собака лист, собака БК, лист и так далее. Мы просто сортируем и хвосты чистим. Чистим либо через поиск заменить и заменяем этот список. на, допустим, на gmail.com. Хвосты почистили, вставили пароли из генератора и, соответственно, вставили мы имя, ну, имя уже стоит, и вставили номер телефона. Вот. Дальше. 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 К примеру, Петров Игорь с этим номером телефона у нас будет. Возвращаемся на удаленный комп, в наш браузер, который мы сделали. И создаем Игорь Петров. Петров. Придумайте пароль. Пароль у нас есть. Подтвердить пароль. Ага. Вот нам. Придумайте имя. Петров какой-то. Забираем наш пароль. Нет. Это удаленный. Наш пароль выявляется. Вставляем его. Окей. Короткий пароль добавляем. Уже не должен быть короткий. Делать, без разницы, месяц. Тоже не без разницы. И наш номер телефона. соответственно у нас должен у нас должен быть вставлена симка для того чтобы получать данные данные этого телефона подтвердить аккаунт так как симка у меня сейчас не вставлена мы пропускаем этот момент там у нас уже созданный аккаунт соответственно создаем его здесь так же сам так же самое переходим на почту создаем от этого пользователя регистрация создать аккаунт вбиваем то же самое то что у нас есть мы мы вбиваем не номер телефона мы вбиваем почту это при том случае если мы создаем аккаунт если у нас уже готовы мы просто вносим данные которые уже есть там телефон меняется с этим думаю понятно потому как примеру примером это создали вот это мы тоже создали ладно я удалю просто чтобы не запутаться запуске теперь примеру давайте давайте забыл сказать по поводу почты что когда мы вошли на почту мы должны сделать переадресацию на другую почту на главу для чего нам это нужно сообщение когда когда нам на улице кто-то написал когда нам новость написал нам на почте приходит издавление что у вас письмо соответственно мы знаем с какого аккаунта на какой аккаунт на какой аккаунт пришло письмо и нам на этот аккаунт потом нужно зайти и ответить ну то есть там потенциальные которые спрашивают или по цене либо хочет купить вот соответственно со всех почтах google и либо там других утренет мы переадресовываем на одну почту почту спрашивайте ногу у меня либо вашего руководителя потому что переадресация сам гугл тоже банит по причине то что много хочет ссылаются на одну и он эти почты потом это один вариант второй вариант это при каждой публикации когда мы создали публикации вот у нас есть таблица запусков до которые мы уже запускали у нас есть на каждое объявление ссылка то что мы создали когда мы ее открываем мы видим объявление если мы или нет переходя на улице он говорит вот ваше объявление либо наоборот говорит что объявление удалено больше такого не существует соответственно это вероятность что нужно зайти на аккаунт и проверить работоспособность аккаунта как это делаем видим 132 заходим в новое окно заходим новая вкладка но прежде допустим здесь 132 прежде чем зайти на 132 вам нужно выйти с этой вкладке чтоб она вышла это еще не все мы отпечаток сейчас будем открывать новый но нам нужно и пишет на цены и пишет не поменяем здесь подключаясь отключаясь и подключаясь когда мы это сделали только когда мы заходим на 132 понятно открываем в новую личность иначе никак иначе если вы зайдете в несколько вкладов этого 132 то вы зайдете с одного и пишите и у вас сразу забанят все понятно так нельзя если вы зашли на аккаунт если вы зашли на аккаунт там на улик да если вы раз зашли то в дальнейшем вы просто нажимаете на уликс и вы сразу в своем аккаунте если вы видите что аккаунт забанен невозможно выйти значит вам нужно вернуться в таблицу по запуску по запуску найти этот 132 аккаунт отфильтровать его сбросить все нажать фильтр фильтр по значению они были выбраны все вам показалось сбросить все выбрать 132 поставить галочку и внизу есть ok и вы увидите все объявления которые были на 132 аккаунте были вот разные объявления на разные ссылки вам нужно его поставить смотрите есть несколько статус объявление отклонено объявление активно и забанен то есть объявление забанен если полностью аккаунт забанен сейчас секундочку если полностью вот в данном случае одно объявление может быть отклонено и 3 работать в активе да то нам нужно пересоздать его грубо говоря добавить здесь ставить строку ниже покрасить его белым нам нужно продублировать это же объявление не это же объявление нам нужно его полностью уникализировать и картинки и текст картинки и текст чтобы опубликовать его заново все зависит от того по какой причине оно было удалено понятно к этому дойдем чуть позже по методам публикации вот соответственно когда мы зашли на аккаунт и видим что он забанен нам нужно ну соответственно покрасить все то что она забанен весь этот аккаунт ушел в бан здесь это по запускам и учет аккаунтов мы находим 132 мы нашли 132 аккаунт и видите он забанен я его просто смещал здесь в сторону но сейчас мы будем оставлять все на месте не перемещать другую сторону а просто красить в этом же цель мы 132 он здесь у нас один мы его тоже красим в коричневый цвет коричневый бордо вот покрасили моего и соответственно идем дальше по нашим по нашим запускам здесь помните у нас фильтр чтобы вы не путались фильтр все время подсвечивается когда он выбран если два фильтра то и здесь подсвечивается и здесь подсвечивается соответственно нажимаем фильтр выбрать все что показывал нам все окей таким образом мы отмечаем тех аккаунты которые в бане и те которые работают понятно эти статус запуска белый добавлю сейчас вам покажу как работать с готовыми аккаунтами и самостоятельно смотрите перед тем как работать с аккаунтами у вас должны уже быть типовые объявления то есть у вас допустим заготовлены аккаунты как это происходит вы подготовили аккаунт и далее мои дичники дали почты либо это уже готовая либо вы сами создали их пароли имена и телефон то есть вы раскидываете карту что на что публиковать куда это пойдет например у нас примеры покажу пример у нас были аккаунты да вот список из них уже забанены не но что вы понимали у нас и шли не на контейнеры тоже уже подготовленное все и была раскидка какие города то есть один аккаунт этот город этот на гливаху еще этот и шел на на киевский на ильичевск на киев-печерский володарка и так далее вот вверху меняет вверху меняется каждый аккаунт был закреплен под своим городом и районом вот соответственно вы тоже себе подготовили аккаунты раскидали по городам по раскидке на города это перед этим нужно сделать статистику например чтобы вы понимали олк смотрите можно сделать поверхность поверхностную статистику о которой я вам сейчас расскажу можно сделать это таблицы при парсинге к примеру как это вручную посмотреть быстренько морской контейнер мы в мире и у нас здесь написано вся украина по всей украине у нас в рубрике допустим бизнес и услуги 167 объявлений дом и сад 50 примеру дом и сад мы публикуемся не там где попало там где больше всего просмотров больше всего конкурентов ну в зависимости от публики от ниши смотрите к примеру 52 дата по всей украины самые основные города это из опыта уже мы знаем что одесская область одесская область и киевская значит нам нужно на одессу 5 объявлений очень мало киев нужно было вся киевская область 17 объявлений понятно да таким образом мы понимаем что нам нужно 17 аккаунтов 17 аккаунтов именно по этой рубрике сюда закинуть таким образом мы разбиваем нашу таблицу разбиваем наши аккаунт и какой куда пойдет понятно выставляем им город просто поймите что последующие все объявления не садим одну нишу мы садим несколько и велосипеды и мопеды и контейнеры и песок и уголь и щебень мы садим сюда и разные прогревочные тоже поставим того что в дальнейшем они публиковали снимаются пример мы раскидали мне ребята по iphone сейчас секунду так немного я начал забегать вперед потому что смотрю подготовка смотрите основная подготовка мы создали аккаунты у нас либо уже созданы у нас к ним подвязаны номера телефонов уже на которых есть переадресации когда мы сделали переадресацию да мы ввели учет номера вот они у нас здесь с переадресации потом подготовили аккаунты привязали к ним номера телефонов которые тоже постоянно привязали города привязываем города и у нас должен быть привязан текст текст у нас подготавливаем текст картинки уже на этапе когда переходим в запуске то есть мы берем к примеру это уже то что готовая на запуск нужно выпустить смотрите мы берем наши аккаунты которые мы подготовили с нашими городами тут к примеру да у нас города сейчас их нету еще просто замок и города нужно анализы сделать и закидываем запуске вот сюда начиная с айдишника вставили айдишники у нас есть здесь еще категория в которую мы будем постить и смотрите в категорию к примеру в некоторой категории у нас есть возможность три публикации мы заранее просчитываем мы заранее просчитываем сколько нам нужно публикации и детстве у нас допустим три публикации на аккаунт либо три категории разные мы просто берем 1 2 3 соответственно у нас вот на каждый аккаунт три раза аккаунт пробит на каждый аккаунт у нас идет три объявления в итоге дальше мы выбираем категорию соответственно в какую там хостом мы можем в электронику ну если я говорю о контейнерах до дом и сад допустим у нас допустим идет категория дом дом и сад строительство ремонт прочее материал вот и она у нас идет на все эти аккаунты три объявления соответственно тут города у нас а ссылку мы добавим когда уже сделаем саму публикацию скопируем у нас дальше что у нас идет у нас идет фото фото заголовок в описании то есть нам нужно теперь подготовить текст что мы делаем мы смотрим сколько у нас аккаунтов точнее сколько у нас потоков будет у нас потоков смотрите выделили посмотрели у нас количество 102 значит нам нужно 102 набора фотографий и 102 текста заголовки и описание дальше мы переходим в текст в текст который в принципе работает как и номера телефона здесь есть оффер под что он идет столбец контейнер потом идет заголовок и идет сам текст идет сам текст соответственно его статус если есть картинки картинки это идет ссылка на картинке в данный момент у меня ссылки смотрите здесь свободны ссылки идут с моего компа вот на него идет четыре картинки раз два три четыре пять каким образом я это делаю я потом при публикации новый поиск вставляю сейчас увидите к примеру давайте возьмем вот эти свободны нам помните 101 можно запуск 102 нам нужно заходим в текст забираем текст который мы подготовили сейчас вернусь назад и расскажу как мы его готовим выбираем выбираем помните да по офферу мы сбрасываем все выбираем контейнер выбираем контейнер теперь смотрим где свободно выбираем свободный заголовок описания фото давайте,то и сделаем ш했는데 давайте,то и сделаемшим чтобы капюрной было удобно насчалось сейчас секунду заголовок описания фото есть заголовок описание фото есть чтобы не отличалось так теперь берем от того где свободе 102 помните и смотрите вне стены у нас здесь внизу меняется количество в нижнем правом углу 102 и забираем по вот эту копируем вставляем запуске свои возвращаемся вверх и вставляем запуске смотрите у нас растянулась из-за того что на некоторых много фотографий и она просто в ряд мы что делаем вот у нас ничего не выбрано мы выбираем с этой строки и тянем до самого низа по строке вот мы выбрали эти строки она увеличилась из-за картинок и текст соответственно потом выделили нажали изменить размер строк с какой-то поток и задаем строку по умолчанию нажали руки и она уже все вернулась вспоминаем почем контейнеры у нас контейнеры пишем цену от 3000 долларов в данный момент от гривны на каждый товар есть свои ценники которые мы будем заходить уточняйте конкретно что мы перед запуском такой запуск подготавливаем эту цену уточнять потому что оперы разные мопеды пске смотрите пске там 220 240 разбег соответственно 220 иди айфоны такие там такие там все зависит от оффера окей по контейнерам мы поняли что это 22000 это 27 26 тысяч и погнали давайте разгон возьмем от 27 тысяч до полторы тысячи которые это у нас 28 до 4500 теперь что мы делаем мы берем 27 тысяч 20 тут делаем 27 тысяч 40 40 смотрите обращайте внимание сколько у вас публикации столько в принципе частоту дробления там по 20 гривен по 40 гривен по 50 мы вы сделали задали excel параметры и дальше когда мы будем тянуть он будет накидывать по 20 соответственно мы просто эту сумму помните потолок у нас 4500 не выше 4500 мы должны дайте растягиваем это наш цель на который мы будем все мы выше не дошли нормально вот по этим ценам мы и будем постить оффер у нас контейнер кстати пишем пишем то как уже написано не пишем другой не пишем другой здесь у нас 2024 мы просто пишем контейнер это я отродить от редактирую и уберу чтобы знать полностью всю структуру а это все-все-все контейнеры 20 это у нас 20 это просто при растягивании удалил так же и пишем контейнер 20 смотрите просто при растяжке он продублируем нам чтобы не дублировал нужно что в двадцатке все растяну вот контейнер 20 там нужно просто поправить лимиты именно в этой рубрике в которой мы работаем давайте посмотрим сколько в ней лимиты от а до я здесь у нее лимиты до 4 публикации теперь смотрите что мы делаем мы делаем эту публикацию помните у нас на 3 было мы скопировали аккаунты на 3 на 3 раза соответственно мы копируем на нас максимум будет 3 дробь 4 понятно то есть это у нас подготовка не больше то есть есть лимиты которые мы не должны доходить до края соответственно помните у нас первый аккаунт здесь ты smart watch да smart в общем вот этот первый аккаунт мы смотрим где он начинается тут просто он у меня уже есть я думаю что ну так вот два и давай 3 3 значит здесь мы до единички делаем 1 4 здесь мы делаем 2 и 4 лимита здесь мы делаем 3 4 соответственно это первая публикация по лимитам понятно вот и тип размещения в данном случае вручную мы делаем все личное мы делаем все лично ну и дату публикации когда мы это делаем если мы планируем это за сегодня сделать то мы ставим 27 06 20 нам . надо было ладно если мы подготавливаем запуск на больший объем да все зависит от категории от рубрики то мы разделяем какой аккаунт на когда делать какую публикацию когда делать понятно к примеру в этот день нам 100 нужно сделать это 27 идет это идет наоборот 28 и так далее все распределяем то когда они должны выйти какой аккаунт потом когда приходит время когда нам нужно публиковать да мы открываем сегодня двадцать седьмое двадцать седьмое двадцать седьмое футбол смотрим что что у нас на публикацию на сегодня и вот эти публикуем этот аккаунт этот раз вот так мы работаем с фильтрами окей ну давайте теперь попробуем здесь у нас я уберу просто я вам демонстрационную показу я потом это все почище потому что эти аккаунты уже в запуске хочу показать так давайте же вернемся на вот это на этот аккаунт который нам нужно зайти блин просто на него был уже вход он с другого отпечатка сделать ну давайте попробуем может быть не выберем что у нас есть у нас в принципе все есть город тоже есть окей погнали нам нужно 135 давайте его создадим так у нас в принципе нужно который мы уже подготовлен переключаясь как публиковать у нас объявления вы сами поймете давайте же вернемся текстом откуда брать откуда брать текста сейчас секундочку что она по плану подготовка методы работы с готовыми аккаунтами донор откуда брать и как смотрите есть основные доноры ну как основные есть куча досок объявлений элементарно вы заходите с VPN и открывайте любые доски россии там юла авито к примеру давайте авито авито методы как подготавливать текста и фотки первый метод это с доноров вручную пишите морской контейнер нажимаете поиск повсюду найти и вот у вас есть фотографии и текст открывайте в новой вкладке вот вы открыли в новой вкладке как вы готовите фотки это обычный скриншот вы делаете скриншот без логотипов доски и сохраняйте себе в папку отдельно там папка номер один папка номер 203 и тогда понятно сохраняйте себе сколько здесь есть фоток без логотипов там которые будут досок и копируйте текст копируйте вставили в табличку с текстами которые вы будете подготавливать допустим вы отсюда сейчас фильтр уберу допустим вам вот нужно соответственно вам нужно 100 текстов помните но вы по рубрикам поняли создали 100 текстов 61 суть понятно растягивайте дальше до 100 102 90 105 минус 3 вот и подготавливайте сюда текст вот мы только что скопировали текст и и редактируйте его здесь у нас есть контейнеры в наличии и много контейнеров пути прямо с сдачи на вашу площадку убирайте все что не подходит под украину 8 в общем копируйте себе текста можете заняться сразу просто контр-с контр-в а потом уже выделить на время на редактуру на редактуру текста фотографии так же самое вы в папку когда сохраняйте вы потом путь путь к папке пишите сюда окей с этим понятно так подготовили заголовок и сама забрали отсюда вот он заголовок морской контейнер не больше не меньше и итак вот вы подготавливаете все картинки и подготавливаетесь и текста это один из вариантов также можете брать олx скажите олx казахстан юла и прочее в общем везде где вы найдете объявление но момент помните что все ваши объявления должны быть как от физического лица что это лично ваш никак не бизнес если модерация улица увидеть что это бизнес будет написано как от компании у нас большой выбор вы продаете один контейнер свой у вас он валялся стоит и прочим также с любым товаром который вы будете размещать на доске объявления вот пишем от себя а не от компании отличного лица по другим площадкам также с юлы с казахстана первый метод второй метод это смотрите сейчас сейчас вам сейчас вам сейчас вам сейчас вам ну давай напоминаю про наш тулы где мы генерировали аккаунт здесь есть такой парсер парсер он собирает все данные все объявления из нашей рубрики он собирает из двух площадок с украины из казахстана можно даже с украины эти объявления брать но редактировать чтобы не было вот там очень много редактировать придется потому что если дубль будет найден а он с вероятностью 99 процентов будет найден то аккаунт забанится представляете вы 30 объявлений сделали а из одного дубля у вас забанили весь аккаунт на котором висит 30 поэтому не рискуйте ищите другие варианты работы а и по поводу картинок вы когда сделали скриншот этих фотографий то скриншот считается уникальным у него нету данных картинки это ваш скриншот поэтому его можно загружать чтобы уникализировать картинки я вам чуть чуть позже покажу давайте сектором открываем наш тулы казахстан открыли нашу площадку и берем тот же морской контейнер без рубрики и смотрите есть ссылка этого фильтра давайте чтоб много не было много он не качал давайте транспорт 7 на примере просто можно предыдущую категорию все ссылки забрать но чтобы долго софт не работал мы не ждали я вам на маленьком примере покажу контур к копируем эту ссылку и вот эти 7 объявлений нам грубо говоря тут 500 объявлений мы вставляем наш парсер парсер всех пользователей либо частных лиц выбираем помним да но для того чтобы получить больше объявлений которые открыты выберем тоже компания мы будем просто переписывать все все лиц все лица и вставляем свою ссылку свою ссылку начинаем парсинг этого софта пока нету так что то не пошло ладно давайте побольше возьмем 207 объявлений на примере покажу погодите так у нас 207 объявлений и вставляем эту ссылку так вставляем сюда и начинаем парсинг так погодите что то у нас все не работает сейчас разберусь подключусь так не знаю сейчас попробую еще раз взял те 7 объявлений потому что иногда бывает когда софта не пользуешься начинаем заново начать парсинг и сейчас он покажет нет так вышло просто обновление продукта соответствовать поэтому не работал нормально сейчас обновить и не продолжить так вот в принципе обновил то лиц и эти наши 7 объявлений чтобы он не ждать и он каждые 10 секунд будет заходить и сохранять в конце он вот что нам это упрощает он сохраняет фотки но сохраняет их чуть-чуть в другом формате сохранять текста списка уже таблица готова у нас по факту будет такая же таблица такая же таблица которая нам нужно пройтись отредактировать все и скопировать сюда к ним также фотки 3 давайте паузу подождем вот парсинг наш закончился сохраняем результат тест соответственно идем в тест и открываем так вот наш тест то что нам всем объявлений выдал это категория у нас есть да откуда мы в общем нам нужно отсюда заголовок текст и изображение вот я в основном это копирую вот смотрите вспомню это изображение он удаленный костинг скачал нам это блин я галочку забыл поставить тут галочка смотрите загрузка фото на диск еще раз начать так вот скачал парсинг вот получается ссылка куда скачалась изображение папка называется так и основная картинка называется так вот этот текст окей теперь что мы можем либо здесь скопировать либо же редактировать либо же скопировать эту всю информацию и перенести ее в нашу подготовку здесь не получается с таким ходом придется по столбцей получается с таким ходом придется по столбцей и третий картинка которая застынет и картинка где появится картинка вот берем без названия картинки просто берем папку берем папку и открываем свою папку вставляем в кучу вот наша папка соответственно переходя в нее вот все эти картинки смотрите это все эти картинки и мы не знаем где конкретно они все но по название чтобы сама в эту картинку мы берем так вот видите название этой картинки выглядит так папку то мы уже нашли с этой картинкой здесь есть поиск вставляем вставляем вставили мы эту картинку ну помните там их несколько там их несколько чтобы найти все мы убираем единичку а погодите мы вышли с папки просто интернет нажал вот вся папка вот вся папка со всеми картинками я просто в эту папку уже все парсил и айфон и мопеды чтобы теперь мы ее открыли чтобы найти как я говорил картинку нам надо ее назвать ее название и убираем единичку соответственно у нас есть вот четыре четыре фотки этого объема понятно да таким образом мы видим все фотографии путь к ним наполняет если же вы загружаете объявление эти картинки загружаете на google диск то что на удаленном компе в любом случае нужно это делать то вы просто меняете уровень к примеру вы зашли на гугл диск свой о в Субтитры делал DimaTorzok Вы когда эту папку загружаете, допустим вы создали папку с этими фотками Вы создали папку фотоконтрейнеров и загрузили, либо просто перетянули ее сюда Там просто у меня больше 5 или 7 тысяч фотографий, я не перетягиваю Загрузили файлы, к примеру те же самые Они находятся, если я вам скажу, где они находятся Они находятся, если вы хотите, чтобы она была в состоянии Субтитры делал DimaTorzok ну вот эти четыре фотографии которые вы загружаете сюда вот и у них соответственно изменился путь имя осталось то же самое и мы тоже Тогда, смотрите, чуть-чуть ими не получается, придется сделать много папок для каждого контейнера. Это можно сделать и таким образом. Есть у вас папка с набором фоток. Вот у вас папка с этим набором фоток. Нужно ее вставить в сторону и отпуск еще одну такую же папку, которую вы будете создавать в фотоконтейнерах в комнате, в любом месте. Допустим, здесь создать папку. Вот эту папку потом вы перетянете, вот эту созданную на самом компе, вы ее перетянете на Google 10. Что происходит? Создать папку. Мамая папка, дадим ей имя. Просто новая папка, без разницы. Копируем ее, вставляем, вставляем, вставляем. Сколько фоток у нас есть? У нас 7, по-моему, есть 7 фотографий, да? 7 фотографий. Значит, мы берем и оставляем 7 папки. Раз, два, три, семь. Окей, что мы делаем? Мы вставляем сюда, в сторону, и вспоминаем наше объявление. Вот это у нас первое объявление, то, что мы открыли. Мы их просто копируем, затягиваем сюда. Открываем наш файл второй, второе объявление. Что у нас происходит? Нам нужно только название, название этого файла. Помните, да? Мы уже в самой папке находимся, где этот список. Нам нужно только название. Название, единичку убираем. Видите, оно нам показывает одно, но нам нужно все фотографии этого имени. Вот он. Мы их вытягиваем, вставляем во вторую папку. Соответственно, вот у нас в первой папке, во второй папке. Так, давайте еще быстренько проделаю с остальными. Так, у нас третье. Нам нужно только имя. Видите, есть там, где одна фотография. Мы вставляем ее сюда. Смотрите, эта фотография на самом деле не подходит. Вам нужно искать замену. Замену другой фотографии. Вы ее просто не заполняете. Удаляете... Да, здесь одна. Удаляете ее. Будет без фотографии. Фотографию потом отсюда в другом месте заберем. При том, как будем копировать нам в запуске, мы еще отсортируем те, у кого есть фото. Идем дальше. Тут две фотографии. Берем только ими. Видите, кто-то машину продает. А, мы зашли в транспорт. Ну, не суть. Я думаю, идея понятна. Перед тем, как работать с фотками, мы, конечно же, прочитали текст. Текст отредактировали, потом пошли по фоткам. Когда мы сделали заголовки, да, лишнее убрали. Лишнее убрали. Когда мы сделали текст... По тексту, смотрите. Бывают тексты короткие, бывают длинные. Очень-очень длинные. Как это рекомендую работать? Вы верхнюю строку расширяете до отсюда, да? И работаете в полном текстовом окне. Потом, когда отредактировали, здесь удобно редактировать. Нажали Enter, у вас сразу следующий текст. Еще раз Enter. У вас текст следующий отредактировали. Вот этот, допустим. Плюс C. Ролон. Общаться по номеру. Написали то, что у нас Enter. Следующий текст. Вот так вот работаете с текстом. После того, как прошлись по тексту, идете по фотографиям. По фотографиям я вам показал, как их закидывать сюда. Потом просто берете эту папку. Эту папку и закидываете ее на Google диск. А с Google диска у вас, соответственно, уже будут... Давайте проверим еще раз. Может быть? Точно ли где? Ой. Назад. Так. Налыв за их диск. Где нужен за их диск? Все нет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok если у вас здесь юзер админ то там документ здесь у вас на удаленном здесь юзер пока без топ в зависимости от того куда вы вставили эту соответственно при том как создавать объявление у вас вы можете либо отдельно на фотку ставить либо отдельно на папку просто берете на папку вставляете на свою фотку и делом допустим давайте вот это объявление запустим вот этот первое запустим так вот я удалю поставили ему статус а а вот а а а а а а а вот занят потому что мы этот текст и фотку в принципе забрали на запуске то есть мы скопировали все свое я это для пример чтобы он не мешал я не запутался вот и текст выглядит вот так соответственно это на компе удаленный мы просто папку ставим так сейчас главное зайти создать новую личность имя пользователя такое то без прокси 2 и он и языки украинский английский и тогда это оставляем мы желаем 135 135 вот он открылся что-то наше обучение заполнилось рекомендую включать youtube увеличенные скорости кому как комфортно рассмотрит вот перед тем как подключиться не забыли скинуть интернет подключение отключиться и подключиться эту не трогаем трогаем только будет модем смотрит у нас explorer 11 гинда и перед тем как зайти в первый вход в первом входе нужно будет вводить логин пароль при втором входе он уже сохранится отпечаток как как браузер человек нужно немножко походить два три клика сделать по сайту открыть какое-то объявление и разным методом заходить не сразу заходить сделать какие-то манипуляции ага смотрите в чем прикол я из этого зашел в болгарию кстати болгари может быть вам тоже как донор но видите язык очень очень-очень отличается поэтому он пойдет тоже как фотки отсюда нужно брать я думал скоро что-то с этим открыли объявление можно его добавить в избранное открыли объявление можно его добавить в избранное ага он просит войти и вот тем образом входим посмотрим аккаунт забанен или нет вот мы вошли в аккаунт он просит добавить в избранное то что мы добавим мои объявления сохранить выбранное и вот бы было четыре объявления одно из них не не активно какие-то футболки iphone r-sim продается не активно тоже что-то скатило начали а это прогревочная то есть прогревочные том чтобы при массовой публикации окон был не просто прогревочные бывают как устройство на работу до вакансия конечно же было объявление без номера телефона что что-то вот или с казахстан таким образом вот такой аккаунт и делаем публикацию подать объявление возвращаемся на нашу таблицу нас есть заголовок у нас есть заголовок который мы вставляем у нас есть рубрика 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 кстати тоже которую мы раскидывали рубрика у нас дом и сад дом дом и сад строительство ремонт тут нету значит выбираем отсюда дом и сад или было строительство ремонт и дайте вспомнить что-то прочее стройматериалы вот внизу прочее стройматериал ставим цену которая у нас стоит цена 27 на 20 мы можем ставить как в долларах так и в гривне 27 на 20 можем поставить договорная контейнер у нас бушный у нас не бизнес всегда выбираем частно когда бизнес я конкретно либо руководитель будет он говорит что мы купим на пенсии вас у вас здесь вот написано лично за часто теперь нам нужно описание заголовок есть описание тоже копируем и убираем обязательно убираем кавычки с текста он постоянно почему-то добавляет убираем кавычки видите текст у нас моего нет нет редактировали в общем от редактировали мы текстов с сдачей на вашу площадку я делаю как пример но у вас объявление должно быть читаемым и продающим то есть хорошим не просто вот вырвить глаз и вырвить текст потому что будем проверять все периодичные какие-то есть фотографии смотрите фотографии как мы делаем фотографии как у нас указано указано у нас с этой ссылки а вот он у нас просит фотки вставляем сюда открываем и вот наши четыре фотки которые мы загружаем вставку а а а Загрузили мы фотографии. Выбрали аватарку. У нас уже этот аккаунт привязан, с него были посты, он привязан к Киевской области. Соответственно, есть эти аккаунты, которые у нас опубликованы, мы должны знать, куда опубликоваться. Телефон тоже уже привязан. Так, соточка, давай тут проверим, 245-31, 245-31, да, он, 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 телефон. Если новая публикация, то вам нужно вставлять. Вставлять у нас. Блин, дотронулся, уже сбилась. Надо было не утравить. Киевский, киевский. Киевский. Окей, Анжела у нас не так нравится. Все, нажимаем. Предмосфер. Все, предпосмотр и публикация. Можно без предпосмотра сразу проверить. Так, погодите, сейчас управлю. Уважаем лимфом. Уважаем лимфом. Сейчас транспорта. Здесь находится в Киевском. Дорогой. Уважаем лимфом. В bouк. И вот город, едва ли, что было не утра. Музыка выстрела тупую. Повторяем лимфом, жару, шару. Уважаем лимфом. Уважаем лимфом. Давайте в тюрьке. окей внизу у нас там было подтверждение по поводу куки и прочее то что он их собирает теперь у нас опубликовать если подтвердил сразу было бы опубликовать без этого предпосмотра опубликовать мы без рекламы публикуемся не рекламировать теперь заходим в свои объявления и забираем эту забираем эту ссылку она у нас не в активных нас ожидается она на модеразу просмотр вот наша ссылочка на объяву копируем и вставляем туда все и вот так проходимся по нашим всем объявлениям дальше смотрите при следующем заходе к примеру мы закрыли закрыли это все сейчас секунду я хочу тест браузера сделать интернета скорость чтобы с удаленкой начаться тест сорвался пока но пути смотрите мы вышли к примеру да полностью закрыли браузер настройки наш когда мы заходим следующий раз отключились подключились помните да что перед заходом в новую личность отключились подключились по модульному вайфу по мобильному модем соответственно вот на 135 заходим в него нам надо помнить его личность создана параметры те же самое заходим все время через поисковик желательно через google скрона google пополнится на так руки и смотрите нам не надо заново входить аккаунт потому что слепок уже готов и мы в этом профиле мы сразу подаем объявление понятно вот принципе вот такая штука по поводу обработки фотографии еще давайте вернемся обработка фотографий примеру вы исключали массово массово фотографии вам нужно их распланировать давайте за например просто здесь здесь на удаленном пока фотографии нету много чтобы вам пример показать покажу пример на своем комплекте вот допустим вот эти вот фотки открываем вот эту софтуку и и ищем а а и и и Допустим, нам нужно, мы сохранили 105 объявлений, те 102 объявлены, и нам нужно на 3 раза, как я сказал, как мы помните, планировали аккаунты по запуске, мы 1 спланировали, 2 спланировали и были у нас на 3 рубрики, не на 3 рубрики, а на 3 поста в одну рубрику, соответственно, у нас надо на 1 аккаунт 3 публикации, что мы делаем, мы открываем наши фотографии, которые, вот они у нас и здесь, допустим, они все совсем, ну и здесь разные фотографии, но, к примеру, это все компоненты, мы создаем еще папку. не в том пору, но сегодня. Новая папка у нас 1. 1. 2. 2. 3. 5. 6. 7. 6. 7. 7. 10. 10. 9. 9. 8. 8. 9. 1. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 13. 12. 4onym. 15. преобразовать преобразовать и что мы делаем нам нужно вот эти все фотографии не заменить пропустить переименовать входящие данные исходное перезаписать куда в какую папку можно было здесь добавить папку да можно было куда угодно выходные выходные мы используем исходный пункт мы сохраним документы мои документы и вот папка номер один окей мы это сохраним теперь нам нужно преобразовать нам нужно удалить методом и сделать поворот добавляем поворот у нас он задних он будет белый и делаем на один поворот вверх плюс одна десятая градусов сглаживаем соответственно картинка нас повернется она будет уникальна окей нажимаем выполнить смотрите у меня просто здесь вот 2300 фотографий это будет долго рассказываю останавливаю рассказывать дальше соответственно мы зашли еще раз поставили другую кнопку выбрали папку номер два папку номер два то же самое преобразовываем но только уже в другую сторону либо же в ту же минус одна десятая нажимаем также сама выполнить в другую сторону также мы можем добавить какие-то если у нас фотографии без текста то мы просто делаем еще отражаем по горизонтали то есть делаем зеркало соответственно это уже совсем другие пиксели другая картинка для довольны отразить по горизонтали и смотрите здесь очень много разных функций фильтров коррекция шумы фильтры разные но смотрите не пересердствуйте это мы уникализируем картинки записано сохраняем новую папку и этот путь прописываем понятно вот эти фотографии вот эти фотографии мы потом закидываем вот ссылка на ссылка сюда на эту папку понятно таким образом у нас разные а смотрите чтобы не дублировать примеру вы эти фотки сделали раз и два раз и разные аккаунты разные аккаунты и фотки у вас сейчас пример покажу вы допустим с первой по сотую с первой по сотую вставили точнее у вас на 3 поделить грубо говоря у вас фотки повторяются ну давайте поменьше образом у вас 7 фотографий опубликовать вам надо 21 7 объявлений помните которые мы забрали вам нужно их 21 раз и сделал что вы делаете вы делаете сперва с первой по седьмую соответственно сюда закидывайте потом с первой по седьмую потом вы просто меняете не с первой по седьмой а со второй по первую то есть у вас будет вторая папка 3 4 5 6 7 1 и потом у вас будет с 3 по первым то есть чтобы у вас не пересекались точнее чтобы вы на один и тот же аккаунт не посадили 3 объявления до тупо одно и то же одну и ту же фотографию понятно да что модератор нет ты не увидел что у вас три объявления и все тупо одно и то же у вас должны быть разные фотографии вот за этим тоже смотрите не проступать так сейчас секунду посмотрю что у меня по структуре картинки сказал текст в принципе все если обучалка будет дополняться может быть я что-то упустил спрашивать я буду записывать дополнительные люди